Всем привет! С вами Камела. Скоро праздники, и по этому поводу я решила попробовать сделать несколько мейкоп луков. И начать я решила с чего-то такого прямо, такого, вот такого. И поэтому я сегодня буду делать такой цветной смоки-айс на черной базе. Как вы можете видеть, лицо у меня чистое. Сегодня я была на процедуре по удалению лопнувших сосудов, поэтому у меня кое-где такие покраснения. Не знаю, насколько это видно на камере. Но если кому-то интересно, то в качестве ухода я сейчас перед съемкой нанесла серум от Kiehl's Hydro Plumping Art Texturizing Skin Concentrate и вот такой крем специальный для куперозной кожи от Dermalex. Он такой с немного зеленым тинтом, вроде как должен скрыть немного красноту, плюс он не должен растрорать кожу, поэтому пользуюсь им сейчас. И как я уже сказала, буду делать смоки-айс на черной базе. И в качестве базы я возьму Paint Pot от MAC Black Ground. Мне он нравится тем, что он такой, вроде черный, но вроде и не очень плотный, хорошо равномерно ложится. И меня просили в этот раз работать более бюджетными кисточками, поэтому я начну с вот такой кисточки от ZAO. Линки на все продукты, которые я найду, я постараюсь ставить внизу. И я просто такими круговыми движениями наношу продукт на кисточку и потом немного снимаю об руку, чтобы просто продукт нанести более равномерно. Поехали. И не нужно бояться того, что сначала это может быть покажется чем-то таким чересчур. Я вам обещаю, что результат будет симпатичным. Ну хотя да, как я уже и говорила, этот мейкап должен быть довольно драматичным, потому что синий смокеайс на черной базе, это все-таки макияж не на каждой, в всяком случае, для меня. Да, просто наношу кисточкой равномерно, и как вы видите, он хорошо очень растушевывается, хорошо выглядит, наложится пятнами. И он на самом деле не такой плотный-плотный черный, а он как такой темно-серый с, может быть, немного сатиновым, таким серебристым облеском. И как вы можете видеть, я наношу его довольно далеко, значит, это брови. И еще он хорош тем, что потом его можно растушевать, немного еще вот так наружный край, например, спонжиком или кисточкой, или просто подправить ватной палочкой. То же самое повторяю на втором глазу. И, кстати, девчонки, пожалуйста, напишите, как вам понравилось, не понравилось. Честно, я жду любых отзывов, и напишите, что бы вам было интересно, может быть, какие-то другие оттенки, или вообще, какие вам оттенки интересны. Потому что Новый год развествует обычно золото, что-то красное, может быть, зеленое. Мне хотелось попробовать что-то другого, но у меня есть уже несколько других идей. И да, я изначально хотела сделать более макияж в таких бордовых тонах, но у меня аллергия на бордовые пигменты, и еще, после опыта, делала в прошлый раз бордовый макияж. Мои глаза еще немного не отошли. Прокрашиваю еще немного века. Теперь я возьму вот такую кисточку. Не знаю, как назвать ее форму, похоже на кисточку-карандаш, но поплотнее. И, в принципе, повторю тоже процедуру по нижней линии роста ресниц. И, что интересно здесь, здесь не нужно бояться довольно далеко растушевывать. В принципе, растушевывайте дальше, чем вам кажется, что надо. Тогда получится вот этот настоящий драматичный эффект. Я надеюсь, что он не слышно, как скрапит стручек, на котором я сижу. Я надеюсь, что там не очень сильно светит вот эта гирлянда на фоне. И я растушевываю, соединяю эти дверения. И растушевываю подальше вниз. И поскольку я дальше буду накладывать еще довольно много теней, я не делала базу еще, чтобы это все легко было потом убрать снизу. Не нужно было вытернуть тональному крему. И здесь я, как бы, проливаю нижнюю линию роста ресниц, вытягиваю ее наверх. И соединяю. Немножечко растушевываю. И если вы чувствуете себя достаточно гатишно, то, в принципе, на этом можно свой макияж и завершить. Добавить только черную помаду, и все будет отлично. И да, как вы можете видеть, я растушевываю все это почти до брови. И внизу тоже достаточно далеко. Именно так вы можете получить этот драматичный эффект. Так, ну вот моя база выглядит примерно вот так. И в качестве теней я сегодня буду использовать палетку от NYX Ultimate. У меня это USP07 Smoke Screen. Там, как бы, четыре оттенка, в принципе, в разных финишах. И я буду сегодня пользоваться вот этим рядом бирюзовыми оттенками. Воспользуюсь той же самой пушистой кисточкой. И начну я с вот этого самого темного, сине-зеленого оттенка. И наношу его в складку века. И немножко растушевываю. И немного растушую вокруг. Тот же самый оттенок я наношу в внешний уголок глаза. Теперь я возьму плоскую кисть. У меня это Art Deco. И возьму вот этот вот средний бирюзовый оттенок. Этот оттенок сам по себе кажется таким не очень фигментированным. Не очень может быть интересным. Но, когда вы его нанесите на глаз, особенно на черной базе, он выглядит просто магически. Да, практически любую тень, если их наносить на черную базу, выглядит гораздо более ярко, гораздо более интересно. И тот же самый оттенок я нанесу на нижнее веко. И в внутренний уголок я нанесу вот этот самый светлый, такой по сути глиттерный. Вот такой как голый голубой глиттер. И чтобы сделать макияж еще более интересным, я воспользуюсь вот такими тенями доохромными от Dubus. Называются они Violet Camelion. Я, честно говоря, не знаю, доступны ли они в продаже, но они выглядят такими коричнево-бордовыми, переливаются в синий. И выглядят они примерно вот так. И нанесу я их прямо пальцем на середину века. Нанесу так обильно. И опять-таки я сразу начинаю поведенеть по-другому. Но он будет интересно, более богато. Теперь верхнюю линию роста ресниц изнутри я подведу черным карандашом. У меня Urban Decay. Эта процедура, по-моему, всегда уйдет в инфексе на камере. В качестве туши я возьму Lancôme Non-Shore Big, потому что она дает очень грамматичный эффект, который мне очень нравится. У меня произошло небольшое чупо. Включилась камера, и я не уловила, в какой момент это произошло. Поэтому я сейчас расскажу, что у меня уже появилось на лице за это время. Я воспользовалась тональным кремом от MAC Studio Fix. Затем пудрой от Douglas Nivisilus, такой белый прозрачный. И любимыми румяными от Chanel, оттенок номер 30. Я их не раз показывала, там уже очень мало осталось, но мне не очень нравится. И на внутренние века снизу я нанесла вот такой карандаш от Model Launcher. Оттенок Nubble. В принципе, он такого же цвета, как и мои тени. И на брови я нанесла только вот такой гель коричневый от L'Oreal Bro Artist Plumper. Теперь я воспользуюсь вот такой маленькой кисточкой. Это кисточка Valery D. По-моему, российская компания. Во всяком случае, она вписана русском. И снова возьму вот эти, те же самые тени от Douglas. И нанесу их на внутренний уголок глаза. По-моему, это сразу добавляет в макияжа такого, того, чего ему не хватало. Те же самые тени я использую в качестве хайлайтера на скулы. И чуть-чуть над верхней губой. И в качестве помады у меня пока два варианта. Это Maybelline Matte Ink оттенок номер 15. И Римно Moisture Renew оттенок номер 380. Попробую, наверное, сначала Maybelline. Поскольку весь макияж драматичный, сделаю губы такие более нейтральные. Это будет один вариант. И я думаю, что в центре я опять возьму тот же самый оттенок от дубов. И, так сказать, продолжу тему снежной королевы. Как вам? Напишите, кстати, пожалуйста, девчонки, с какой помадой вам этот лук больше понравился. И теперь я попробовала эту помаду от Rimmel. Нанесу ее при помощи кисточки. Как я уже говорила, линки на все продукты я оставлю внизу. И мне кажется, что с этой помадой этот лук будет такой а-ля, все лучшее сразу. Так, это вариант номер 2. И снова беру терраса на тени. И вот выглядит это примерно вот так. И вариант третий. Тут у меня матовая помада Tessence Ultra Last. Оттенок 0,5. И он вот такой, не знаю, серо-фиолетовый, серо-сиреневый. Мне очень интересно, как это будет выглядеть. Вот такая очень кремовая. Пахнет немного каким-то фруктом. Такой легкий аромат. И снова те же самые тени. И как я уже говорила, напишите, пожалуйста, с какой вам помадой больше этот лук понравился. Пошли бы вы вообще с таким макияжем куда-нибудь на какую-нибудь вечеринку. Или все-таки, да, куда-нибудь. Если вам понравилось, то прошу поддержать меня. И, конечно, напишите, пожалуйста, что бы вы хотели еще, может быть, макияж в каких тонах, что бы вам было интересно посмотреть. И вот и все. Мой драматичный лук готов. Я надеюсь, что вам было интересно со мной. До новых встреч. Пока!